Снова всем здравствуйте из кулинарной студии Ренка Поваренка! Сегодня у нас будет рецепт, в котором будет два блюда, есть основные одинаковые компоненты и дальше идет различие. И будет у нас противостояние двух блюд, классического и веганского. И в конце вы потом напишите нам, что вам больше нравится, какой из вариантов с мясом или с нутом. В основе этих блюд два одинаковых компонента. Это цветная капуста и баклажаны. И дальше у нас разделяется говяжий фарш, куркума, морковь, репчатый лук, или нут, томатная паста и чеснок. И оба блюда, конечно же, мы посолим и поперчим черным перцем. Что наша жизнь? Еда, господа? Поступили к нам вопросы, как мы готовим нут, как мы едим цветную капусту. Я решила объединить два рецепта в одном видео, почему бы и нет. Как раз вы скажете, что вам больше всего понравится. Помните, что я снимаю для вас рецепты, не найденные на просторах интернета, где все копируют и готовят одно и то же. Я вам показываю то, что готовим мы для себя. На двоих мы обычно берем один кончан цветной капусты и пополам. И баклажаны, в зависимости, конечно, от их размеров, они же бывают маленькие, бывают большие. Можно взять три баклажана, то есть на человека будет по полтора. И получится у нас с вами два белкового блюда. Одно мясное, другое вегетрианское. Лут уже отварен, он готовый. А говядина еще сырая, поэтому мы начнем с нее, потому что она требует времени. Для говядины нам нужна морковь и лук. Фарш солим и перчим. Лук мелко нарезаем. Морковку натираем. Как мы знаем, лук и морковь придают фаршу, мясу сочность. Фарш хорошенько вымесили, разогреваем сковороду. Я выкладываю так кусочками, чтобы фарш не был слипшимся, и мне не приходилось его много рубить на сковороде потом. Крупными кусками фарш, это не очень вкусно. Ставлю на небольшой огонь и накрываю крышкой. В это время нам нужно подготовить баклажан. Я предпочитаю баклажан, чтобы он был порезан на кубики. Как мы знаем, кожура от баклажан бывает горчит, его нужно вымачивать в воде. Кроме того, желудки у некоторых людей не воспринимают ее, поэтому можно счищать. И также без кожуры мягкий баклажан гораздо нежнее. Я против его шкурки ничего не имею, поэтому у меня будет сегодня и такой, и такой. Для меня самое главное показать для вас принцип рецепта, как можно комментировать ингредиенты. Вот очень многие, кстати, не любят цветную капусту. А вы знаете, что в свежем виде с огорода она необыкновенно вкусна. Вот если покупать не огромные кочаны, а прям на ней видны мелкие-мелкие такие ворсинки. Я бы никогда не подумала, вот купив в магазине, что цветная капуста еще имеет какие-то там ворсиночки. А оказывается есть, поэтому с огорода ее можно есть свежую, она хрустящая. Вот как морковка свежая, капуста, она очень вкусная. А люди ее не любят. Баклажаны я поставлю на 15 минут в пароварку. Я просто не хочу на плите размещать еще вторую сковородку. Нам нужно их потушить. В это время можем помешать наш фарш. С морковкой, с луком на невысоком огне он тушится, дает сок. Получается очень срочно и ароматно. Оставляем тушиться. И в это время подготовим цветную капусту. Так как у нас два блюда, делю ее пополам. Цветную капусту нам нужно рубить на мелкие соцветия, чтобы было удобно кушать. Очень мелко не надо, но при этом и так, чтобы на вилку было цеплять удобно. В блюде, которое с говядиной, мне еще нравится использовать листья цветной капусты. Самые маленькие, которые молодые, ближе к качелу были. Они очень свежие и вкусные. Чеснок нарезаем на мелкие слайсы. Половину баклажан добавляю в фарш. Сюда же сразу добавляю цветную капусту и куркуму. Куркуму я добавляю не столько для вкуса, сколько для цвета. Она придаст блюду яркий желтый цвет и оно не будет смотреться таким серым. Теперь я увеличиваю огонь, ставлю на максимум. И в течение буквально 5 минут все это вместе обжариваю. Нам не нужно это тушить, потому что цветная капуста станет тогда мягкой и она будет вот как замороженная. Она же никакая. А так она останется хрустящей. Нам с вами за час нужно сделать два блюда. Посолю и также добавлю черный перец. Через 5 минут еще раз все перемешать. Выключить огонь. И можно оставить также накрытым до подачи на стол. Выключаю. И сами оно получается золотисто-поджаристым, что явно придает блюду аппетитный вид. Чтобы приготовить нут, мы добавляем на сковороду масло. Нам нужно его немного обжарить, чтобы он приобрел золотистый цвет. Обжариваем пару-тройку минут на сильном огне. И тут можно немножко поиграться с фантазией. Можно добавить томатную пасту. Мне нравится то, что она также придает блюду цвет. И нут, баклажаны и цветная капуста очень любят томаты. Соевый соус. Он тоже отлично сюда пойдет. Такой вот соус я уже в одном видео рассказывала. Он имеет свой особенный вкус. И мне его нравится добавлять в блюда. Я уверена, что в гипермаркетах вы тоже сможете найти такой. Нут у нас стал более золотистым. Добавляем баклажаны. Добавляем баклажаны. Добавляем баклажаны. Чеснок. Ложку томатной пасты. Солим. Перчим. Я, наверное, добавлю соевого соуса сегодня. И по тому же принципу хорошо перемешали. На сильном огне 5 минут подержали. И оставили под крышкой до подачи на стол. Добавляем баклажаны. Время страшного суда, оценок, оценок и критики Вот видите, мужику нравится и первое блюдо, и второе А вы все время обрезаете и выбрасываете Не будем отвлекать мужика, пусть кушает, наслаждается Если вам нравится, то вы можете положить Вообще, что с этим сочетается? Кумин, зира и щепотка красного перца Эти все специи отлично сочетаются с баклажаном, с цветной капустой Нутом, который является как раз-таки основой, так скажем, индийско-азиатской кухни Как раз там они все это так мешают И это очень вкусно! Пробуйте, готовьте, экспериментируйте Мы вам показали один из наших ланчей Если вам рецепт и видео понравились, то ставим лайки спонсору этого видео Готовила я сегодня это для него Пробуйте, повторяйте, пишите о результатах Кажется, он уже начинает меня понимать, повторяет за мной Всем спасибо, всем приятного аппетита, улыбок тепла и добра Скоро увидимся, пока-пока! Пока-пока!